Я с этим уже сталкивался, повторюсь, еще раз, так как меня хотели ликвидировать дважды в Украине в марте месяца 22-го года. В Украине создалась каста людей, которые нравятся зарабатывать на крови, которые зарабатывают с страданий людей, которые зарабатывают на жизнях людей. Возможности высказывать свое реальное мнение нет, потому что ты просто попадешь на подвал. И мы стали просто серой буферной зоной выяснения отношений между глобальными игроками, Америкой и Россией. И я надеюсь, что мы скоро присоединимся к этому кругу мирных, созидательных, православных стран. То есть сегодня Зеленский продолжил свою деятельность только благодаря войне. Артем, здравствуйте. Добрый день. Если не ошибаюсь, в августе этого года вы приняли решение покинуть Украину. В СМИ, если почитать об этом, фигурируют разные причины, но хотелось бы услышать от вас, как от первоисточника. Что все-таки подтолкнуло к тому, чтобы уехать из Украины? Я вынужденно и временно покинул Украину, покинул свою родину, покинул свой родной город, что для меня очень болезненно, так как я вообще очень редко выезжал за территорию Украины. Я в своей жизни всего лишь за границей был несколько раз, буквально по нескольку дней. И для меня очень важно быть дома. Моя земля, мои родные, моя церковь, они меня насыщают, наполняют, и за счет этого я могу жить и работать. Поэтому для меня это нехорошая ситуация, ни для меня, ни для моей семьи. К сожалению, вынужденно я должен был выехать, поскольку у меня были преследования. Преследования со стороны власти, конкретно от Зеленского и Ермака. Эти преследования начались не сегодня, эти преследования начались не в августе месяце, когда я выехал. Эти преследования и моя дискредитация как политика, как народного депутата Украины начались примерно еще в 21-м году. Именно тогда, когда я официально покинул ряды команды Зеленского, партии «Слуги народа». Следующее самое яркое проявление ущемления моих прав и гонений на меня были в марте 22-го года. Тогда была первая попытка покушения на меня, то есть две попытки были ликвидации в марте месяце, которые, слава богу, были неудачные. После этого, по указанию Зеленского и Ермака, меня похитили сотрудники СБУ, где меня пытали. Пытали в подвалах СБУ. После этого я продолжил свою политическую деятельность. И следующий такой важный момент был уже период первого чтения законопроекта о запрете церкви. Первое чтение у нас было 19 октября 23-го года. Это был принят в первом чтении законопроект ПРУПЦ, запрет Украинской православной церкви в Украине. Конечно же, я отстаивал права верующих, как и других граждан нашей страны. В первую очередь я правозащитник, уже потом политики, народный депутат Украины. В этом вопросе я также отстаивал интересы граждан нашей страны. И, конечно, был против этого законопроекта и делал все возможное для того, чтобы он не был принят и так далее, и тому подобное. Все это время системно Офис Президента проводил дискредиционную работу в отношении меня и членов моей семьи. Это очень серьезная, глубокая работа, многосоставная работа, которая проводилась против меня и в местах массовой информации, и касательно уголовного преследования, именно открытия уголовных дел с фальсифицированием в отношении меня. И вот, когда уже пришло второе чтение законопроекта, а именно 20 августа 2024 года, законопроект Верховной Раде был принят во втором чтении. Конечно же, я выступал против этого законопроекта. Я единственный народный депутат, который вышел на трибуну и открыто заявил об этом. И единственный, в принципе, кто публично выступал и реально действовал против принятия этого законопроекта. За несколько дней до этого мне поступили угрозы от главы Офис Президента, от Ермака, который у себя в телеграм-канале заявил о том, что в Украине не могут работать народные депутаты, которые защищают Украинскую Православную Церковь и так далее, и тому подобное. Конечно же, я как народный депутат Украины, как член правоохранительного комитета получал огромное количество информации о том, что определенные организованные преступные группы в Украине получили заказ на мою ликвидацию в очередной раз. Я, конечно же, подготовил все меры для того, чтобы максимально обезопасить свою жизнь, жизнь своей семьи. У меня была охрана, так же, как и у моей семьи. Днями ранее, 20 августа, была снята охрана с меня, как с народного депутата Украины, охрана государственная, полиция охраны, но оплачиваемая мной, то есть не бесплатная. Я, конечно же, писал заявление в МВД, встречался с министром внутренних дел, сообщал о том, что мне грозит опасность, что меня хотят ликвидировать. Писал заявление, открывались даже уголовные дела, но после этого я понял, что никакие процессы не происходят, это просто спланированная операция власти в отношении меня. И помощи ни от МВД, ни от других служб, спецслужб в Украине я, конечно же, не получу. 20 августа, в день принятия законопроекта, сняли охрану с моего дома, с квартиры, где я жил, с моей жены, с детей, с моей матери и бабушки, люди, которые жили вместе со мной. Конечно же, это было для меня уже последним сигналом того, что эта спланированная операция офисом президента уже доходит до своего финального завершения. Уже в парламенте после голосования я получил конкретные сигналы от своих коллег о том, что подготовлены уголовные дела по отношению меня. И после голосования будет принято решение о том, чтобы поместить меня в СИЗО. Или же был еще один сценарий, это ликвидация при задержании. Рассматривался сценарий, что я буду оказывать сопротивление при задержании, и меня можно будет ликвидировать. Имея у себя весь объем информации, конечно же, мне нужно было принимать решение, поскольку вся государственная машина была настроена против меня. И я попросту не то, чтобы не мог выполнять свои депутатские полномочия в полноте своей, попросту, скорее всего, я бы не выжил в Украине, если бы в срочном порядке я и моя семья не покинули территорию Украины. Я сообщил своей семье, что нужно срочно выезжать, это была моя мама, моя супруга, двое моих детей, они выехали на территорию Молдовы. Что важно сказать, что уже тогда за мной сидело большое количество служб украинских с разных сторон, я тоже все это знал, так скажем, следил за ними тоже. Я все это понимал. Мою семью в Молдавию уже спецслужбы тоже сопровождали, видели, что они выезжали, следили за ними уже в Молдавии. И 24-го числа я покинул территорию Украины и уже был в Молдове. В Молдове началось за мной преследование, я разделился с своей семьей, они на машине поехали в Румынию, я взял билеты на самолет в Рим. И уже находясь в аэропорту в Молдове, мне позвонили мои друзья, которые имеют отношение к спецслужбам, разбираются в этом. Также позвонили с центра, где я проходил регистрацию в Молдове, как человек, который приехал в Молдову. И мне сказали, что приехала СБУ Украины, то есть служба безопасности Украины, и ищет меня. То есть они едут за мной в аэропорт. Была такая охота за мной в Молдове. Мой рейс из Молдовы в Рим был задержан на 50 минут. То есть это время решался вопрос, как меня забрать из терминала в Молдове для того, чтобы доставить в Украину. Потому что в Украине уже был такой сказ, сказ у президента Зеленского, его команды, поскольку ему докладывали, что ситуация находится под полным контролем. И за мной следят все мои, где квартира, гостиница, где я жил в Киеве, все под контролем. Мой телефон находится в моем гостиничном номере. Значит, я тоже нахожусь на месте. И, так скажем, их спецоперация по ликвидации или задержанию Дмитрука находится под полным контролем. Но это было не так. Я, слава богу, смог избежать встречи с ними. Я оказался в Молдове. В Молдове они продолжали это давление. Не предоставив достаточно количества документов для того, чтобы меня задержать в Молдове, я выехал в Рим. После этого я выехал в Британию, в Лондон. Уже 24-го числа, или 25-го, могу ошибаться в днях, моя семья была в Румынии, и ее хотели похитить в Румынии. То есть мою семью хотели украсть в Румынии для того, чтобы я вернулся на территорию Украины. В это же время мне поступали звонки из Украины, из Офиса Президента о том, чтобы я сначала с уговорами, чтобы я вернулся в Украину, обещали какие-то гарантии и так далее. Это были первые дни, когда мы избежали попытки похищения моей семьи в Украине, в Румынии, простите. В Румынии мной была нанята специальная охрана, в Румынии спасибо ребятам, которые на это пошли, потому что было взаимодействие с румынскими спецслужбами, до Украины. Охрана провела хорошую работу в Румынии, доставили мою семью в аэропорт, были всю ночь с моей семьей в аэропорту. И моя семья уже успешно долетела до Британии, до Лондона. В процессе этих событий, к сожалению, моя супруга потеряла ребёнка, она была беременна третьим ребёнком, потеряла его. Ну, это понятно, было огромное количество давления на неё, и всё это у нас, конечно же, зафиксировано. И просто человек не выдержал психологически такого давления, и мы потеряли своего третьего ребёнка, которым была беременна моя супруга. После этого мне ещё поступали звонки из совсепрезидента о том, чтобы я немедленно вернулся в Украину. После того, как, конечно же, я сказал, что с вами бороться и судиться лучше на расстоянии, поскольку вы не умеете играть честно, мне начали поступать угрозы, что меня убьют и ликвидируют даже за границей. После этого всякие там бывшие народные депутаты, сотрудники спецслужб, агенты спецслужб писали у себя в интернете, что за мою голову дадут 100-200 тысяч долларов и так далее и тому подобное. В общем-то, это меня уже, честно, мало волновало, поскольку я, слава богу, сумел спасти свою жизнь, жизнь своей семьи и уже находился в, скажем так, том правовом поле, в котором уже смог бы более-менее справедливо и объективно защищать свои права, доказывать свою невиновность в тех преступлениях, в которых меня обвиняют, и работать и бороться с властью Зеленского, с режимом Зеленского, скажем так, на расстоянии. Это для меня было более нормально. Почему? Потому что в Украине, к сожалению, мне бы не светило никакое честное судебное заседание, честное разбирательство, а просто ликвидация или же СИЗО в Украине. Я с этим уже сталкивался, повторюсь, еще раз, так как меня хотели ликвидировать дважды в Украине в марте месяца 22-го года. Вот чему есть, конечно же, доказательства, я об этом скоро расскажу, по тех пытках, которые проводили в отношении меня сотрудники СБУ в подвалах. Поэтому, зная это все и понимая, зная намного больше, чем думали Зеленский и Ермак, я принял для себя такое решение. Поэтому сейчас я в Лондоне, сейчас у меня здесь проходят суды по экстрадиции. Суды пока принимают мою сторону, поскольку понятно, что дела эти полностью политически мотивированные. Вот, заявление Зеленскому этому свидетельства, заявление генерального прокурора этому свидетельства, бывшего, извините, бывшего генерального прокурора этому свидетельства, заявление огромного количества функционеров и все президента этому свидетельства. Ну и, конечно же, мы собрали большую базу данных, большую информацию, большую доказательную базу касательно всех этих событий. Поэтому защищаемся и готовимся к возвращению в Украину после того, как Зеленский уже покинет нашу страну. Это если очень коротко, без особых подробностей. Вы достаточно обстоятельно все изложили. Даст бог, все будет у вас все-таки хорошо и никакой экстрадиции не будет. Но вы сказали, что партию «Слуга народа» покинули в 2021 году. Да. А что послужило этому? Может быть, было какое-то разочарование? Из-за чего это случилось? На самом деле все банально просто. Я до политики был предпринимателем, спортсменом, общественным деятелем, активным членом общества, который старался работать на благо своей страны. У меня было в планах прийти в Одесский городской совет для того, чтобы продвигать свои идеи, продвигать свои нарративы. Я занимался с 2012 года физическим, духовным развитием детей и молодежи. У меня была большая организация. В общем-то, все в этом духе. И я собирался идти в Одесский городской совет. В 2019 году президентом стал Владимир Зеленский, который говорил о том, что мы будем развивать нашу страну, который говорил о том, что мы будем дружить с соседними государствами, о том, что будет мир, будет спокойствие, будет развитие и так далее, тому подобное. Всеобъемлющие развитие нашей страны. Конечно же, я, как молодой человек, тогда молодой общественный деятель, возможно, уже в какой-то степени небольшой политик, симпатизировал этому, безусловно. И так сложилось, что меня пригласили в команду Зеленского, тогда еще просто не кандидата, тогда просто еще человека, и предложили мне стать кандидатом. Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» в Одессе. Я на это согласился, поскольку проговорил свои основные месседжи и нарративы, которые меня беспокоили. Это язык, церковь, дипломатия, взаимоотношения, развитие, ну, много-много культурных моментов, спортивных и так далее. На что мне сказали, ну, о чем ты говоришь, это все наше, это все мое, родное, мы к этому идем. Ну, и, безусловно, я провел хорошую предвыборную кампанию в Одессе по поддержке Зеленского. Она набрала самое большое количество поддержки в Украине, в наш регион. Я за это отвечал, я проделал хорошую работу, я имел хороший актив, молодежи, активной молодежи, участников. Большое количество людей нас искренне поддержали, поверили в это. И мы прошли в парламент. Я говорю «мы», потому что это не я выиграл выборы в Одессе. Это выиграли люди, которые меня поддерживали, люди, которые участвовали со мной в этих выборах и так далее, и тому подобное. Мы прошли в парламент. Началась работа. Началась работа. И фактически, фактически, я покинул без «Слуги народа» намного раньше. А именно тогда, когда я пришел со своими бумажками, с проектором в офис президента, показал, что я вижу в Одессе, как я хочу развивать, заниматься физическим и духовным развитием, как я хочу менять историю в Одессе, имеется в виду развитие и так далее, и тому подобное. Я даже претендовал на должность губернатора в Одессе для того, чтобы развивать Одесский регион. Потом я уже показал бизнес-проекты, которые могут быть реализованы в Одессе, в Одесском регионе. Житница Украины и порты, и все остальное. Делай, 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 делай. И будет благо для всей страны только с одной Одессы. В общем-то, пришел я раз, пришел я два, пришел я три. И мне сказали, что, слушай, молодой человек, не мешайте нам здесь заниматься своими делами. После этого последовали назначения непонятных для меня чиновников в Одессе, коррупционных воров, преступников, негодяев и так дальше. Я с этим всегда боролся, всегда. Я боролся с преступностью в Одесском регионе, боролся со всякими этими проходимцами, мошенниками и так дальше. Это моя идея, я за справедливость, я за добро, я за мир. То есть для меня это было важно. Я жил в этом городе и добивался этого. А команда Зеленского работала в совершенно противоположном направлении. Потом еще и снюхалась с нашей местной властью, которая уничтожала наш город. Поэтому, конечно же, я начал идти против этой системы, против команды Зеленского. Потому что то, что они регламентировали до выборов, никак не сходилось с тем, что они делали. А после этого последовали вот эти непонятные закидоны в адрес России, Белоруссии, когда перестали сотрудничать, перестали общаться и так далее и то подобное. Хотя вы же хорошо знаете, что до того, как Зеленский стал президентом, его поддержка была и с Белоруссией, и с Россией. Его там и поддерживали и президенты, и народ и так далее и то подобное. По одной простой причине, что у человека, тогда еще кандидатов в президенты, были абсолютно ясные и понятные нарративы и взгляды, которые были близки как народу Украины, так и народу Белоруссии и народу России. Понимаем, да, о чем мы говорим. Поэтому, когда эти все нарративы поменялись совершенно на другое, когда утро в офисе президента начиналось с того, что советник офиса президента пил кофе и рассказывал, как он обзывал президентов других стран. Понимаете, ну это ни в какие ворота не входит. Коррупция в Украине росла сумасшедшими масштабами. Украина уничтожалась просто, просто уничтожалась. И поэтому мне пришлось, мне пришлось покинуть команду и стать независимым народным депутатом, какими я являюсь по сегодняшний день, потому что я не хотел иметь отношения к геноциду, который уже тогда устроил Зеленский по отношению к украинскому народу. Все просто, мы не сошлись. Мы просто не сошлись по причине того, что Зеленский обманул всех, мало того, что он обманул граждан Украины, он обманул весь мир. И своих сторонников в том числе, вот вы, например, ему поверили? И послушайте, за него люди голосовали, конечно, в какой-то степени не за него, а против Порошенко, мы тоже это понимаем. Но его поддержало большое количество тех людей, которых сегодня он в первую очередь уничтожает. Это верующих, православных, русскоязычных, нормальных, адекватных граждан, предпринимателей, бизнесменов, активных граждан нашего общества. Он в первую очередь сегодня их уничтожает. Поэтому, конечно, это боль, это боль нашего государства, Украины. Я хотел бы, чтобы вы тоже разграничивали, я прошу вас, Зеленского и Украину. Зеленский и Украина, да, это разные материи уже, абсолютно разные. То есть сегодня этот человек к Украине не имеет никакого отношения ни к будущему, ни к настоящему. Поэтому, к сожалению, сегодня мы имеем, извините, то, что имеем, и надеемся на то, что это скоро закончится. Украина, она уничтожалась и продолжает уничтожаться не только физически, но и духовно. Вот этот запрет Украинской православной церкви, о котором вы сказали и против которого вы выступили. Почему все-таки, как вы считаете, под удар попала именно Украинская православная церковь, именно православие? Запрет Украинской православной церкви, это было началом конца вообще работы Зеленского. Это если говорить конкретно, понятно, что это не произошло в один день, но мы уже сами видим, что происходит именно сейчас. Мы свидетели событий, что Зеленский скоро уйдет. Что же касается Украинской православной церкви? Самой большой религиозной организации в Украине. На сегодняшний день число активных прихожан Украинской православной церкви – это 6 миллионов граждан нашей страны, в Украине. Для чего Зеленскому понадобилась история с церковью? Это продолжение хорошей традиции Порошенко. Армия, мова, вира. Он почему-то подумал, что для того, чтобы узурпировать власть ему окончательно, ему нужно создать и поддержать собственную церковь, государственную церковь. Для этого нужно уничтожить независимую церковь в Украине, которая его, еще раз напомню, больше всего и поддержала на выборах. Поэтому его целью стало уничтожение Украинской православной церкви как независимой организации для того, чтобы подкрепить и укрепить государственную церковь. В Украине есть такая организация ПЦУ, то есть мы должны разделить для наших зрителей. ПЦУ – это православная церковь Украины, это государственная организация и УПЦ. УПЦ – это независимая украинская церковь, самая большая в Украине, которая насчитывает больше 8 тысяч храмов, 161 монастырь, 18 учебных заведений, больше 9 тысяч священников, 5 тысяч монахов. То есть это огромная структура, которая работает в Украине. И, конечно, для того, чтобы узурпировать власть в Украине, Зеленскому это было невыгодно и неудобно. Он понимал, что независимые, свободные люди, чистые, искренние, мирные люди, которые всю жизнь в Украине, в отличие от любых президентов и чиновников, работали исключительно на благо своей страны, на благо своего народа. Это, наверное, единственная организация в Украине, УПЦ, которая созидает в Украине всю историю Украины, а не разрушает ее. То есть УПЦ – это не временщики, как все наши политики, президенты, которые приходят, только вытягивают с нашей страны и уезжают в Испанию, Лондон, Америки и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому целью было уничтожение для большего контроля, для большей узурпации власти. Я вам скажу больше. Зеленский и думал, что это произойдет за несколько дней. Он планировал захватить наши центральные святыни, такие Печерскую лавру, Почаевскую лавру. В Одессе планировались захваты, и за несколько дней они хотели монополизировать влияние в церкви за несколько дней. Этого не произошло. Этого не произошло, слава Богу. И для всех прихожан Украинской Православной Церкви, для большой нашей общины стало понятно, кто такой Зеленский, что он делает, куда он идет, какая его миссия, какие его цели и так далее. Поэтому сегодня, конечно же, вы понимаете, что какая поддержка может быть у Зеленского, который уничтожает собственный народ. Как ее запрет все-таки отразился на настроениях простых украинцев? Но мы видели все эти события у Киева-Печерской лавры, о которой вы упомянули, когда люди активно противились тому, что пытался делать Зеленский его режим. Но все-таки каким образом запрет УПЦ повлиял на настроение украинцев? Как вы думаете, когда представители власти, когда организации, которые подпитываются, подчиняются и руководят этими организациями власть, приходят, бьют монахов, священников, женщин, детей, забирают их храмы, разрушают их храмы и так далее и тому подобное. Когда авторитетнейших людей сегодня владык нашей церкви, я вам просто прочитаю. Наместник Святогорской лавры Арсений сегодня находится в СИЗО абсолютно безосновательно. Митрополит Бонченский-Лонгин, герой Украины, который усыновил 508 детей, большинство из которых инвалиды, от которых отказались все, и родители, и государство, и так дальше. Детки без ручек, без ножек, он их выхаживает, он им дает образование, он дает им путевку в жизнь и так дальше. Он находится под преследованием сегодня ежедневным, его уже несколько раз власть Украины пыталась ликвидировать, травят там и так далее. Это же уму непостижимо. Дальше идем. Это наместник Ио-Печерской лавры, митрополит Павел, митрополит Черкасский, Феодосий. Вы могли видеть кадры, которые видел весь мир, наверное, где его, его прихожан, женщин, взрослых монахов уже в возрасте задували газовыми баллончиками, избивали и палками, и чем-чем такого. Стреляли из пистолета в храме по ним. Понимаете, митрополит Феодосий. Идем дальше. Митрополит Запорожский Лука, митрополит Сумской Евлоги, журналисты, все православные журналисты, которые просто освещали происходящее событие. Сегодня все эти люди находятся под уголовным преследованием только за то, что они исповедовали свою веру. Не за то, что они совершали какие-то преступления и что-то подобное. Нет. Просто из-за того, что они приходили к себе в храме и продолжали молиться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, какое отношение у граждан Украины к Зеленскому? Отвратительное отношение. Это человек, который убивает их. Это человек, который убивает их жизни, их страну, их будущее, их детей. Какое может быть к этому человеку отношение? Но я вам скажу дальше. Этого человека есть те люди, которые любят. Потому что это представитель такого объединения войны. Сегодня в Украине создалась новая каста людей. Они уже очень богатые. У них уже очень много денег. Ну, вы же явно видели в матрасах у чиновников 6-9 миллионов долларов, которые они не успели вывезти за границу. Это всего лишь мелкие такие истории, которые они приняли за несколько дней и не успели их реализовать. Не успели вложить недвижимость за границей или перекинуть на другие офшорные счета и так дальше. Поэтому сегодня в Украине создалась каста людей, которые нравятся зарабатывать на крови. Которые зарабатывают с страданий людей. Которые зарабатывают на жизнях людей. Конечно же, эти люди поддерживают Зеленского. И им бы хотелось, чтобы он правил как можно дольше. Потому что в этом процессе они зарабатывают. Многие люди сегодня, которые стали уже очень богатыми. Которые до этого не могли себя никак реализовать в обычной жизни. Они были просто тунеядцами. Они не могли заниматься. Они не были ни сантехниками, ни электриками, ни учителями, ни спортсменами, ни предпринимателями. Они были никем. Но есть такие люди. Знаете, тунеядцы в каждом обществе. Эти люди сегодня нашли свое применение. Эти люди сегодня состоят в отрядах Зеленого террора. И они совершают преступления в отношении украинского народа. Они ловят людей. Они избивают людей. Они участвуют в Зеленом терроре. Конечно, им сегодня классно. Им сегодня выгодно. Потому что другой реализации в обществе они не найдут. И слово «мир» для них это конец. Потому что когда наступит мир, они не смогут себя реализовать. Не смогут себя найти. Ихняя такая яркая жизнь на этом закончится. И что самое главное, еще придется наказание понести за те преступления, которые сегодня не совершают. Поэтому отдельная каста людей в Украине, которые сегодня зарабатывают на крови вместе с Зеленским, которые участвуют в этом геноциде украинского народа, конечно, его поддерживают. Это логично с их точки зрения. Потому что им сегодня живется хорошо. Когда вы говорите про вот этот Зеленый террор, я так понимаю, имеется в виду в том числе и работники ТЦК, так называемых. Ну, в том числе, конечно. Ну, тоже сложно даже представить уровень цинизма вот этих людей. Я понимаю, да, что они никак себя не реализовали. Что в мирное время им будет, ну, просто нечем заняться. Но ставить на кон судьбу своей страны, судьбу своего народа только потому, что ты себя потом не найдешь в жизни. Это, ну, какой-то крайний цинизм, наверное. Ну, так рыба гнил уже с головы. Но эти мысли есть у самого, ну, сегодня президентами его уже не назвать, у самого Зеленского. У члены его команды. То есть сегодня Зеленский продолжил свою деятельность только благодаря войне. То есть к нему же, нам же же войну в страну привели не американцы, не британцы, не европейцы, не белорусы, не, да, а в страну войну привел Зеленский и его последователи, там, другие президенты. Но конкретно пазл замкнулся на нем. Он продолжил свое президентство благодаря войне. Потому что если бы не начало войны, то президента Зеленского не было бы уже через несколько месяцев. Уже тогда в обществе назревал сильный такой общественный конфликт, который привел бы к тому, что Зеленскому пришлось бы уйти. Не было бы даже Майдана. Хотя тогда уже десятки тысяч людей собирались под Верховной Радой и на Майдане, на Хрещатике. Но даже этого не надо было. Он бы ушел бы просто под общественным давлением из поста президента. А война его спасла. Поэтому о чем вы говорите? Какие нравы? Какие границы? Какие красные линии? Их нет. Здесь вопрос исключительно в том, чтобы оставаться на посту, зарабатывать огромное количество денег, продвигать свою историю и так далее, и тому подобное. Поэтому ни о каких красных линиях здесь речи не идет. ТЦК – это отличный инструмент для подавления несогласных и очень хороший инструмент для того, чтобы зарабатывать огромное количество денег. На сегодняшний день, вы только вдумайтесь, ТЦК ежегодно, только ТЦК привозит в офис президента от 2 до 4 миллиардов долларов в год. Это только ТЦК, я не говорю уже за МВД, за суды, за прокуратуру, за Министерство образования и другие отрасли, за международную помощь, за гуманитарную помощь и так далее, и тому подобное. Поэтому это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови. А зеленый террор – это и ТЦК, и ущемление несогласных, гонение за политическое преследование, гонение церкви. Это все зеленый террор. То есть сегодня зеленым террором полностью, так скажем, пронизана вся Украина. Сегодня в Украине, чтобы вы знали, граждане Украины, мужчины не выходят на улицу, потому что у них вариантов нету. Они выйдут на улицу, пройдутся 50 метров, приедет зеленый автобус, с него выбежит 10 человек, тебя забьют, завезут в подвал ТЦК, через две недели ты будешь мясом на фронте. Но это в случае, если у тебя нет денег заплатить. Есть варианты. Сегодня в Украине ты можешь жить, но за это нужно платить очень большие деньги. Сегодня жизнь каждого мужчины в Украине стоит. Если это начальный этап – это 5 тысяч долларов. Если это более сложный этап – это 10, 15, 20, 30 тысяч долларов. Жизнь в Украине. И это постоянно. Это не значит, что ты заплатил и все, тебя отпустили. Нет. Если тебя словил другой зеленый бус, тебе нужно будет снова платить. Сегодня в Украине предприятия закрываются массово. На полях некому работать. У нас села вымирают. На нашей прекрасной земле наш прекрасный, тудорубивый народ умирает. Это крик души. Сегодня в Украине в агросекторе некому работать. Мужчин нет. У нас по трассе на заправках нет уже мужчин. Заправщики только женщины. И эти кретины, власть этот террор Зеленского, сегодня продвигают следующий нарратив, что женщины должны работать на всех местах, где работали мужчины. И на тракторах, и на комбайнах, и на заправках, и так далее, и тому подобное. А следующее, что они планируют сделать, это женщин на фронт отправить. Так у нас будет не просто страна невест, а они окончательно уничтожат наш генофонд и нашу страну. Это то, к чему они стремятся. Умыть руки и уехать в Британию. Но я очень надеюсь, что этому, опять же, скоро придет конец, и они не успеют уничтожить нашу страну. И мы после этого, имея еще огромные возможности в Украине, наладим всю эту историю. Это так, если... Просто мы уже так напугали всех, что уже не светит ничего в Украине. Нет, все будет хорошо, мы обязательно добьемся мира и восстановим нашу страну, и все будет в порядке. Просто хочу еще сказать, может, кто-то из наших зрителей не знает, но каждый день это тысяча, в среднем тысяча человек гибнет в Украине. Это же не шутки. На сегодняшний день у нас сотни тысяч погибших украинцев. На сегодняшний день мы потеряли огромное количество территорий. На сегодняшний день наша страна уже полностью больна. Я имею в виду, у нас все люди психологически больны. Моя дочь, мой второй ребенок, она день своего рождения была в подвале под звуки тревоги и под прилеты ракет. Понимаете, о чем речь? Находясь в утробе матери, она все время слышала звуки тревоги, прилеты ракет. И рождалась она в подвале роддома, где летели ракеты. Поэтому сегодня все наши дети, подростки, да и взрослые находятся в сложнейшем психологическом состоянии и уже с травмами. Этой психической болезни общества, о которой вы сказали, СМИ очень сильно способствует. Потому что, глядя на заголовки украинских провластных СМИ, иногда создается впечатление, что люди живут просто в какой-то параллельной реальности. Ну, очень просто. Это инструмент узурпации власти. Инструмент, который руководит обществом. Так называемые информационные вирусы. Граждане Украины, к сожалению, немногие имеют информационную гигиену. Поэтому воспринимают ту информацию, которую им насаживают и диктуют из Офиса Президента. А эта идея у Зеленского возникла сразу. Он как только пришел к власти, сразу начал закрывать телеканалы, сразу начал блокировать работу многих каналов и так далее и тому подобное. Я тогда единственный, опять же, кто выступил в поддержку каналов, которые закрывали. Он отправлял туда, это классическая история. Они любят подпитывать право радикалов, всех этих фашистов, которые разрушают нашу страну. Отправляли на каналы этих фашистов, нацистов, которые там кричали, били журналистов и так далее и тому подобное. Это их история была изначально. Они хотели узурпировать полностью информационное поле для того, чтобы была только одна информация и только их правда. Ну вот представьте, допустим, если вы захотите провести интервью на едином марафоне сегодня. Я бы даже не стал бы соглашаться на такое предложение, если честно. Потому что в целом представляю, что из себя эти марафоны представляют. Понятно. Но вас бы никто не взял. Никто бы даже не пригласил, никто бы не согласился бы слушать другую точку зрения. Но почему-то я сегодня у вас на канале выступаю, а вы у нас не сможете. Потому что нет альтернативной точки зрения. Потому что не может быть другого мнения. Потому что есть только один Зеленский. Он самый хороший, он самый любимый. Другого быть не может. Все планы только его правильные. План развития государства, ну в скобочках, только его правильный. Это планы, какие-то сумасшедшие планы победы, которые он там рисует под наркотиками. Это вообще уже весь мир с этого смеется. А он до сих пор это лепит. Только его правильные. Социологии, которые они проводят, ну это же бред сумасшедшего, вы же понимаете. Сегодня так загнали бедных украинцев, бедную Украину, что люди на улице, в семье уже боятся говорить о том, о чем они думают на самом деле. Сегодня человека только за то, что он может сказать о мире, повезут на подвал. Повезут на подвал. Поэтому сегодня, когда к людям подходят на улице, делая какие-то соцопросы, люди или просто убегают, или говорят то, что будет нормально, и они не повезут за это на подвал. У людей сегодня нет возможности высказывать свое реальное мнение. Нет. Потому что ты просто попадешь на подвал. И все. Говоря на подвал, вы имеете в виду те самые пыточные СБУ, насколько я понимаю, да? Ну так, а сегодня в Украине это, наверное, такой фетиш. Каждая организация должна иметь свой подвал. Это и ТЦК, и СБУ, и другие правоохранительные органы. Ну, конечно, самое распространенное. Это законодатели моды в этом направлении. Это СБУ, это ТЦК. Сегодня все люди уже были в подвалах. У нас первые дни войны, это же не только меня хотели ликвидировать, и меня посадили в подвал и пытали, и хотели изнасиловать. Они же все еще извращенцы там. Они это и пропагандируют. Так это же тысячи людей пострадали. Тысячи невинных людей, которые просто имели свое мнение, отличное от мнения Зеленского. Тысячи людей, пропавшие без вести, которых запытали, убили, или, как они там называли в начале войны, то, что хотели реализовать со мной, friendly fire там. Ну, на блокпосту там стоял народный депутат, и случайно его там убили. Ну, таких случаев тысячи. А пыточные, да? Да, есть везде в СБУ, в этих всех структурах, в ТЦК. Так посмотрите, люди видео снимают, их ТЦК абсолютно невинного человека, который просто шел по улице, хватают, и он сидит в подвале, в ТЦК. Ему там уже насаживают какие-то нарративы психологические, давят на него. К нему нету ни доступа ни адвоката, ни родных, ни питания, ни воды, ничего. Конечно, многие люди ломаются. Конечно, многие люди с чем-то соглашаются. Послушайте, я человек, который подвигался пытками. И я вам скажу точно, что выдержать пытки невозможно. Когда тебя пытают, ты скажешь, подпишешь, согласишься на все, что угодно. Тем более, когда манипулируют еще твоими родными или близкими, которые в этот момент находятся просто дома без защиты. Я вам расскажу одну историю из ТЦК. Когда ТЦК украли мужчину, после этого его жена пришла за него защищаться. Жену схватили, изнасиловали в этом автобусе. А мужика, чтобы он никому это не рассказал, схватили и завезли на фронт, и там застрелили. Таких историй десятки уже в Украине. Они женщин ловят, как в страшных фильмах. Посмотрите, они просто на своих этих зеленых бусах ездят, ловят женщин, насилуют и выкидывают. Это Украина Зеленского. Это сегодня лицо Зеленского. Убийство, пытки, изнасилование. Причем они ж насилуют и мужчин тоже. Они ж, да самое, там извращенцы все. Я был когда в подвале, они с меня снимали штаны. Они, слава богу, не успели, там уже был кипиш, звонки и так дальше. Они чистые извращенцы, это сатанисты. Сатанисты сегодня у власти в Украине, бесы. Зеленский бес и вся его команда. Поэтому они и устроили этот геноцид. Села нет, предприятий нет, производства нет, все. Если говорить про эти пыточные СБУ, то у СБУ, наверное, была хорошая, в кавычках, школа в лице ЦРУ. Ну, проскакивала информация про тайные тюрьмы ЦРУ на территории Украины. Ну, честно говоря, я не знаю там такой информации. Я знаю, знаете, у каждой проблемы есть свое имя и должность, фамилия и должность. Так я конкретно знаю, кто давал указания на мои пытки и десятков других политиков и просто людей или общественных деятелей. Кто конкретно пытал меня, с кем я до этого общался и так далее и тому подобное. Знаете, я вам скажу так. Насаживать нарративы, давать указания там извне, где-то из Запада, можно, но это каждая страна это испытывает на себе. Беларусь, Россия, Грузия, Украина. Ну, это неизбежно, да? Есть геополитика, есть какие-то вопросы, есть большие игроки, которые хотели бы влиять на ситуацию, иметь возможности и тому подобное. Но здесь же вопрос в другом, что кто-то с этим соглашается и уничтожает свою страну, будучи героем этой короткой сказки, да? А кто-то не соглашается, кто-то думает о интересах своего народа и своей страны в первую очередь, а потом уже играет дипломатически в какую-то геополитику, но не придавая интереса своей страны и своего народа. То, что делал каждый президент нашей страны, Зеленский стал просто ключевым моментом в этой истории, заключающим, скажем так. Поэтому насаждать нарративы могут. Просить, уговаривать, заставлять и так далее и тому подобное. Вопрос в том, ты или соглашаешься, или нет. Зеленскому же что сказали? Решай. Ты можешь стать героем. Можешь вот с нами бежать, с красивым Западом условным. Не весь же Запад плохой, мы же понимаем и осознаем эту историю. Это определенные группы людей конкретные. Либо ты будешь сказочным героем, ты будешь побеждать Россию, чтобы-то ему наговорили, ну или ты остаешься здесь в Украине, занимаясь своими делами. Но он согласился быть героем этой короткой сказки. Но здесь все просто. Не нужно искать виноватых где-то. Нужно начинать с себя в первую очередь. Мы уничтожали свою страну 30 лет. Мы, украинцы, уничтожали свою страну 30 лет. Мы довели свою страну до того, что нами начали размениваться. И мы стали просто серой буферной зоной выяснения отношений между глобальными игроками. Америкой, Россией. Ну есть же сценарий, вы же все это прекрасно знаете. Реализация необходимых проектов для достижения целей. Не будем в это углубляться, это отдельная тема. Поэтому мы сегодня сами к этому довели, уничтожая свою страну все 30 лет. Зеленский — это просто финальный пазл, что мы сегодня свидетели этого. Финальный, не более, не менее. Все уничтожали, он финальный. Такой самый оказался козырный, как он говорит, потужно, дуже потужно. Сегодня в Украине уже людей не осталось. 15 миллионов людей находятся за пределами. Миллион людей пострадавших. Но это что, шутки? И он еще говорит о выборах. О том, что он может пойти на выборы. Вообще потерянный. Знаете, есть такое мнение, а наш президент в частности высказывался, что Запад-то теперь может быть и не против пойти на переговоры. Только вот сам Зеленский уперся. Ну, почему уперся, вы так или иначе причину называли. Потому что если наступит мир, для Зеленского и его сторонников это конец. А может его что-то подтолкнуть к этим переговорам? Безусловно. Смотрите, конечно, мне бы хотелось, чтобы мы, как большое, суверенное, крепкое государство, надеялись только на себя и не ждали подачи извне. Это понятно и логично, да? Но, к сожалению, мы это все растеряли, потеряли. И сегодня мы надеемся только на какие-то истории извне, на какие-то решения. Сегодня лично для меня одним из инструментов может быть победа Трампа. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Победа Трампа – это не значит автоматический мир на Украине. Ну, нет, это же понятно, да? Я имею в виду, что Трамп может стать инструментом для достижения мира в Украине. Вот это тот самый толчок, или что может заставить Зеленского, или подтолкнуть Зеленского к окончанию войны. Но и тут не надо, просто ему надо уйти отсюда и сложить свои полномочия и уйти. Для меня, для меня, как гражданина Украины, идеальная формула – это формула для достижения мира, это взаимоотношения Украины, Белоруссии и России. Что? Нам было плохо или плохо, что нам плохого советовал Лукашенко? Никогда в жизни. Эта формула является самой реальной, самой практичной и самой надёжной в достижении мира. Когда мы со своими соседями разговариваем с глазу на глаз, сидя за столом, налили погружки чая или кофе, и разговариваем. Вот это реальные переговоры, вот это реальное решение вопросов. А всё остальное – это затягивание конфликта. На сегодняшний день не надо рассказывать о каких-то формулах, Крым, Луганск, Донецк, нейтральная зона, не НАТО и всё остальное. Это всё потом. Надо прийти, сесть и посмотреть честно другу в глаза. Посмотреть, что происходит вокруг, просидеть сутки, проговорить, на что Лукашенко всегда согласен, например. Поговорить, сесть и решить вопрос, связанный с конфликтом для нас, для каждого, это война, это трагедия, для Запада это конфликт, понятно. И решить этот вопрос. Потому что всё, что другое, но неужели Трампу так важно, что там в Херсоне, в Луганске и в Донецке происходит? Ну, вы же понимаете, это один из тысячи вопросов, которые задают и которые можно попробовать решить президенту Америки. Ну и каким способом? Мы снова должны всему миру. Украина снова должна всему миру, понимаете? А может быть, никому и не должна просто открыть глаза, признать свои ошибки и прийти на переговоры с нужными людьми. ВИЧ на ВИЧ, как говорят в Украине. Да, це буде складно. Да, будуть и помилки, и правильные решения. Но мы к чему-то придём. Поэтому сегодня, подытоживая ваш вопрос, могут ли подтолкнуть Зеленского и так далее. Его могут выкинуть как использованный материал. Это будет самое правильное решение. И после этого уже опять же на гражданах Украины будет лежать ответственность, допустим, по выборам, которые необходимо провести в Украине, по будущему в Украине, по строительству уже внутренней ситуации в Украине. Будущее геополитическое и так далее и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день не надо его подталкивать никуда. Его надо вытолкнуть. Знаете, я бы с удовольствием нарисовал бы плакаты, обстоятельства не позволяют, и вышел бы с плакатами «Освободите Украину от Зеленского». «Спасите Украину от Зеленского». Это сегодня всё, что нужно нашей стране. А потом уже будем говорить за развитие экономики, за стратегию и так далее. Сегодня нам необходимо освобождение от террора. Вот и всё. Поэтому не подтолкнуть, а освободить. Да, в первую очередь боевые действия нужно прекратить, чтобы кровь не проливалась ни с одной, ни с другой стороны. А уж потом, как вы говорите, посмотреть друг другу в глаза. Просто кто с украинской стороны будет непонятно. На сегодняшний день, во-первых, когда станет вопрос, грубо говоря, тогда и поговорим. Тогда разложим карты, тогда выслушаем предложение, посмотрим, что происходит и решим. Но на сегодняшний день я вам конкретно могу сказать, что в Украине есть легитимный парламент. Но депутаты парламента легитимны. Выберите из депутатов парламента, кто вам больше нравится, кто захочет в этом участвовать. Определите сами. Хорошо, мы слабые, мы признаёмся. Мы, Украина, слабые. Мы потеряли свою субъектность, потеряли свой суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы. Решите за нас. Выдвиньте кандидатов. Выгоните этого убийцу с нашей страны. И определите кандидатов, которые будут уполномочены. Определите временное правительство, в конце концов, которое после этого назначит выборы. Не проведите под вашим контролем, под общими комиссиями обязательно, под наблюдателями. Всё-таки беседу нашу не хотелось бы завершать на пессимистичной ноте. Поэтому будем надеяться. Да и вы сами сказали, что в любом случае Украина из этой ситуации так или иначе выйдет. Просто хочется, чтобы это случилось раньше, потому что счёт человеческим жизням идёт уже на многие сотни тысяч. Я уверен, что война скоро закончится. И в Украине будет совершенно другая политическая история. Это будет кровавый период в нашей стране. Так просто эти изменения не пройдут. Но пройдя через это, я надеюсь, что хоть в этот раз мы будем ценить уроки истории, потому что эта история будет наша, теперешняя история. Уроки этой истории, раны которой ещё не зажили. Мы сделаем правильные выводы и сможем развивать дружбу, сможем развивать нашу страну, экономику. И я уверен в этом, что это скоро наступит. Скоро наступит. Поэтому мы будем это вспоминать как страшный сон. Как страшный сон, но записанный, законспектированный, зафиксированный в памяти всего мира, украинцев, белорусов, россиян и так далее и тому подобное. О том, что подобные вещи не должны повторяться. И любой мир, любой мир, любые переговоры лучшей войны. Нету ничего хуже войны. Можно говорить о чём угодно. Можно спорить о чём угодно, сколько угодно. Ругаться с друг другом, посылать друг друга, мириться с друг другом. Но ни в коем случае не доводить до войны. Это самое страшное. Сегодня любой украинец вам скажет об этом. Посмотрите на кадры, которые каждый день в Украине. Отец, который после прилёта шахеда, ракеты, неважно, потерял свою супругу, двух своих детей. Это сегодня Украина. Семья, которая потеряла отца в подвалах и так далее. Это каждый день. Семьи, которые тысячами теряют своих родных на фронте. Кто хочет такой страны? Кто хочет такой жизни? Никто. Поэтому, к сожалению, мы сегодня стали примером того, от чего мир должен избавиться. И, кстати, очень хорошо, что Грузия сделала выводы. Сделала выводы и не допустила ошибки. И выбрала именно мир. Потому что их выборы были именно между миром и войной. И грузины выбрали мир. С чем я их и поздравляю. И я надеюсь, что мы скоро присоединимся к этому кругу мирных, созидательных, православных стран. Даст Бог, чтобы оно так и было. А вам, Артём, спасибо большое за эту честную и открытую беседу. За то, что уделили время. Да, спасибо вам за объективность. Спасибо вашим зрителям, что смотрят. Субтитры подогнал «Симон»!